София, мы с вами будем начать на связи. Если будут у вас какие-то изменения, вы тогда звоните. И еще тут у нас планируется, наверное, в эту субботу, в текущей неделе, планируется где-то в районе 5-6 часов собрания с родителями. Такой вот, так сказать, у нас дом-набор еще идет, чтобы родители понимали, как вы сможете поучаствовать в таком собрании, с ним вас пригласили. Мы вас пригласили тогда на собрание, а потом уже ближе к началу учебного года, тогда будем понимать расписание и соответственно такие облияния. Значит, моя задача сейчас ездить на эту работу и забрать там трудовую книжку. Трудовую книжку, да. И мне книжка, она нужна в этом оригинале. Велис В, Велис Е и Елена Ивановна. Поэтому, София, жду вас. Елена Ивановна, я как раз в таком Веле, но я являюсь директором школы. А у нас здесь все, знаете, быстро-быстро вот эти все переезды у нас в этот, в этом поселке мы, значит, вот сейчас там еще идет ремонт этой школы, но школа такая вот, ну как бы частная коммерческая школа. Все уютненько, неплохо и хорошо. А сколько примерно вы планируете делать количество, набирать детей в классе? Детей на... Ну, у нас площади здесь на территории такие, что площади не позволяют более 80 детей в классе. 8-10 детей в классе. Ну, это хорошо. А здесь просто свой адрес, да? Да, да, да. Вот, поэтому... Если будут какие-то вопросы, вот у нее, Лариса, телефон 10. Да. Вы можете вот отфотографировать себе вот эти все контакты, отфотографируйте, что по-моему. Ну что, отфотографируйте. Так. А, Лариса, на сегодня мы вас... У меня там вызвали и не смогла. И вот это ЕГЭ нужно было проводить. Ну... Да всем насрать! В процессе это все будет. Вам самим будет это удобно и вы будете получать соответствующие сертификаты, что потом будет вот в карьерном росте очень большую роль играть. Я собиралась готовиться к международным темам, которые усилили. Поэтому... Я вас уверяю, что вот то, что проводим мы в рамках нашего... нашей организации, это большая польза. Вот. Педагоги с большим-большим удовольствием. Потому что не везде муниципальные там или иная такая коммерческая школа. Этим не... Это разговор о том, что вы спрашиваете, почему вы не хотите туда. Потому что там такого не будет. Да. Вот. Поэтому... А хотелось бы, конечно, не свой уровень тоже получать. Конечно. Конечно. Угу. А здесь, имея правил по своим знаниям, вы уже четко знаете, что вы... У вас лучше вот такая квалификация. Можно еще один вопрос. Вот. У меня еще заявлено было на профилу, что немецкий язык базовый. Вот. Лариса говорила, что ЕГЭ там по русскому, английскому, немецкому. Я говорю, просите, пожалуйста, по немецкому я не потяну точно ЕГЭ. Вот. Потому что у меня амбазы. Будет ли, например, у меня возможность повысить у немецкого? Если будет какой-то учитель... Учиться, да. Будет. 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 Мечта. Да. Да. Все здесь у нас... Ну, вам потом в процессе работы будет понятно, что у нас такой, во-первых, коллектив весь молодой. Специалисты все-таки достаточно молодые. Энергичные со своими предложениями, со своими какими-то интересными событиями. Спрошу, что вы воплощаете. Вы знаете, я скажу так, здесь опыт работы дает такие показатели, что, наверное, возрастной категории может быть, может не быть. Да. Но при этом, когда человек уже в моем возрасте, там он работал на 30-40 лет в педагоговом школе, тут есть тоже свои плюсы и свои минусы. А мы уже не та нервная система детей, не та выдержка с детьми. И потом наши дети, они настолько сейчас бегут вперед со временем, что иногда услышишь такой вопрос, который никогда бы не услышала взрослого. И нужно ему отвечать на этот вопрос. И потом, мало того, все-таки взрослый человек, он имеет еще большую практику, он уже имеет слегка уже расшатанную нервную систему в связи с такой лидерной работой. А мы, мы должны детей любить, мы должны детям помогать, получать образование, а уж пусть они дома там уезжают, либо не ругают, это личное дело родителей. Чтобы они сами хотели учиться. Да. Хорошо. Так, замечательно. Значит, здесь я попрошу тоже вас, вот, по-моему. Да. И мы с вами тогда также будем, я также прошу вас подойти, сможете в эту субботу, на этой неделе. В субботу? Да. В субботу, скорее всего, да. Да, я вам, я или Лариса будет, или наполнительно мы скажем вам о том, что вот это собрание будет строительное. По набору еще детей, мы будем говорить о том. Ну, что в ней спросили, да? Да, 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 да. Поэтому мы с вами, так, с возможностью проживания у вас тоже, не знаете, будьте, не будьте. Хорошо. Хорошо. Тогда будьте добры, пожалуйста, чтобы я не отвлекалась, вот, сразу не задерживая. Но, если она только неправильно сделала, вас пригласила, она, наверное, сама хотела провести, но, вот, у меня был человек. Вот. Предполагалось, ей веки стать вот здесь, буквально, 6-7 человек. Все, 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 все. Представьте. Да, наверное, не смогла. Здравствуйте. Меня зовут Галина Розановна. Я директор, вот, непосредственно вот этой школы, с которой вы будете работать. Опа. Значит, мы с вами прощаемся. И потом еще, знаете, там у нас, значит, у нас еще выкладывается, вот сейчас на сайт, пополняет у нас, мы по этой школе сделали отдельный сайт, и нужно будет, мы выкладываем все фотографии, вот, фотографии, если вы не против, то ради бога. – Да, так, да, 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 ага. Да, вот, да. Так, вот, вот, да, 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 да. – Да, 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 да. – Ага, все, ага, все. Вот, так вот. или можете еще как что-то преподавать программирование но вряд ли я буду заниматься программирование лего преподавал но вот робототехника вот в таком плане они мне понравились а ментально репетика тоже нет вообще так у вас значит шахматы это что у меня это моя литература шахматы у нас будут но они как дополнительное занятия не обязательно не базовые предметы требуется это вы сами отпишите по итогам прошлого года у нас не было шахмат и конечно просто родители я не скажу что большие группы но если мы будем активно рекламировать шахматы возможно наберем большие контакты все вы паспорт забрали да тогда я вам я либо лариса вам позвоним вот к субботе значит полоплата труда вы все значит тоже мы с вами разговаривать нет значит смотрите у вас вы идете как в штат сотрудников потому что у нас французский язык будет наверное загружен достаточно хорошо значит у нас зарплата идет в среднем где-то вы будете получать 40 тысяч 40 если будет здесь проживать мы 10 тысяч удерживаем за проживание проживать в панхаусах по два человека в комнате панхаусы которые на территории что касается топ часов это 400 рублей час приходите пожалуйста в связи с загруженностью у нас вот при педагоге шахмат шахмат они конечно у нас будут и это будет как дупло занятия возможно мы а 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 и И вот такой день, как вы будете работать и как будете проводить кружок работы. Сами вы проживаете в Москве, да? Да. Вот. Проживание вам… Не принципиально. Не принципиально. Не принципиально. Вот. На сегодняшний день вы сможете написать заявление и… Не знаю пока условия, не знаю, не знаю. Условия, значит, какие… Смотрите, если у вас будет 30 часов загруженных в неделю, да, то мы вас перейдем на клад плюс проценты. 30 загруженных часов в неделю. Так как вы понимаете, что у вас дополнительная дисциплина, необязательная. Что касается по часовой оплаты по дисциплине, то это 400 рублей на группа, ну там 5, 8, 10 человек оплачивается час академический. Угу. 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 То есть 30 часов вы отработали, плюс сверху уроки у нас идут 400 рублей в час. Угу. А сколько групп неизвестно? Сколько групп неизвестно, но опять же мы же не можем в одну группу… Группой может быть и один человек, к примеру. Вот. Вышел из 11 класса один ребенок. Можно посадить одного ребенка 11 класса с первоклассником в одну группу? Нет, конечно. Тут тоже, ну может быть, первый, второй класс, третий можно и вместе их и собрать в группах. Ммм… 5-6 человек, вот как обычно, вот это показывает практика, как по металлу по робототехнике, вот такие 5-6-8. Это не очень интересно, конечно. Не очень интересно, да? В общем. Угу. Угу. Ну давайте тогда будем, будем… Я пока не могу сказать, какая это группа будет. У нас не было этой дисциплины. Угу. Были желания, но этой дисциплины не было. Была менталка, было дополнительное сокращение, была у нас робототехника. И в день, наверное, если брать там по робототехнике ментальной арифметики, сейчас я скажу, у него, значит, идет, так, по прошлому году, расписание следующее, где-то 11 до… с 11 до 2 плотно, потом с полчетвертого он работал до 8 часов. Угу. Вот так. Ну, там еще зависит, сколько человек было. У него прошло. Не, здесь можно. Сколько человек у него было? Вообще на доп. вот эти занятия 100 человек ходили. в filmmaking такой. Угу. Стоп. Ну вот. Ну вот. Ну, понял. Нет, это неинтересно точно. О, хватит вообще. band. Спасибо. Хорошо. До встречи. Всего заход!